А сейчас все-таки начнем нашу беседу с Кириллом Мартыновым, главным редактором новой газеты «Европа», о том, что же из себя представляет эта самая личность мэра Москвы Собянина. Приветствуем Кирилла. Кирилл, здравствуйте. Как обычно, рады вас видеть. Добрый вечер. И первый вопрос. Смотрите, давайте оттолкнемся от того сюжета, который сейчас видели наши телезрители, которые смотрели внимательнейшим образом и вы. Итак, личность Собянина. В начале полномасштабного путинского вторжения, настолько мы помним, Собянин играл роль такого некого либерала, что ли. Но со временем все проявилось. Это обычная часть путинской системы, мы верно понимаем? Вы знаете, я никогда не был поклонником Сергея Семеновича. И мне очень не нравилось отношение к городу со стороны этого мэра. Он все время делал из Москвы такую выставку. Выставку варенья, выставку плитки, выставку чего угодно еще. Единственное, что в этом городе становилось все менее по-человечески можно было жить. При том, что внешний фасад все время хорошел. Вплоть до последнего времени, вот до начала полномасштабного вторжения. При этом, я уверен, здесь как бы важно выбрать тональность. Я уверен, что Собянин не является лично большим фанатом войны. Я уверен, что если бы он чувствовал себя в праве высказываться, то он бы говорил какие-то очень осторожные вещи. Он точно не один из тех людей, которые хотят, ну не знаю, войны до последнего российского солдата, уничтожения всех российских соседей, третьей мировой войны и так далее. В конечном итоге у него для этого могут быть совершенно прагматические причины. Ему не очень удобно заниматься тем, что он занимался, а именно зарабатывать большие деньги на большом городе Москва. Во время войны это делалось просто тяжелее. Но сейчас важный момент действительно в его политической карьере. Он в очередной раз, с одной стороны, избирается на пост российского мэра. Выбирается он абсолютно неконкурентно, потому что серьезных, ну хоть сколько-нибудь значимых каких-то конкурентов у Собянина на этих выборах в сентябре не будет. И есть очень серьезное отличие от этой, ну если можно говорить здесь про избирательную кампанию, мы ее практически не видим, но она формально есть, конечно. Так вот, серьезное отличие от избирательной кампании заключается в том, что Сергей Собянин впервые идет на выборы мэра Москвы в качестве человека, выдвинутого крайне непопулярной партией в российской столице, а именно формально правящей партией в России, Единой России. Председателем этой партии является Медведев. Ну, очевидно, что Путин тоже с ней как бы напрямую связан. Вот парадокс заключался в том, что в прежние годы для того, чтобы нравиться москвичам больше, Собянин делал вид, что он самовыдвиженец. Он член этой партии, но от нее никогда не избирался. И вторая, более важная для нашего разговора составляющая этой предвыборной кампании, заключается в том, что довольно очевидно, что Собянина поставили перед фактом, либо он сам это почувствовал, что отсидеться в тылу, отсидеться за вот этим, значит, бункером, за этими структурами из плитки больше не получится. И Собянин, как и все остальные российские руководители, должен публично сейчас выражать свой восторг по поводу войны. Он, как может, выражает этот восторг. Он человек, что называется, ну, как бы в его представлении подневольный. Я ни в коем случае не хочу его оправдывать. И он, в общем, это действительно довольно знаковое событие о том, что он на прошлой неделе, неделю назад, он публично подарил некое наградное оружие участнику СВО, как они это называют, с формулировкой о том, что это оружие принесет этому человеку удачу. Участник этот был с закрытым лицом. Российские герои часто стесняются своего героизма. Ну, и для меня это, конечно, был знак того, что все, как бы Сергей Собянин, это человек, ну, то есть трудно было чего-то другого в путинской системе ожидать. Но это был очень символический жест о том, что Сергей Собянин напрямую себя связал с военными преступниками, пожелав им удачи и вручив им даже некий символический инструмент, оружие, при помощи которых эти военные преступления, в общем-то, могут совершаться. Вот это новое вводное, мы писали про эти выборы, которые, конечно, в Москве особо никого не интересуют. Очень важно, что среди кандидатов даже в Москве нет ни одного, кто выступал бы за прекращение войны и за нормализацию отношений. Ну, запятнал он, наверное, себя еще тогда, когда получил первую разнарядку на мобилизацию и выполнял ее, да, а не противился этому. Это справедливо, да. Кстати, знаете, вот по поводу мобилизации я этого не сказал, но, естественно, он вряд ли мог бы противиться. Но, безусловно, это вещь, которую как бы нельзя уже отменить. И просто история с пистолетом, она была... О мобилизации, Кирилл, да, о мобилизации мы хотели с вами подробнее и поговорить. Кстати, вот последняя новость в тему. Медведев утверждает, что с начала года, это его заявление сегодняшнее, в армию Российской Федерации уже набрали более 230 тысяч контрактников. Ну, наверное, врет как дышит в очередной раз, иначе зачем бы Государственная Дума перед своим отпуском в паническом, в пожарном таком режиме не принимала законопроекты, которые облегчают массовый призыв граждан на службу в армию. Ваше издание «Новая газета Европа» исследовала эти законы, да, и опубликовала очень интересный материал. Вот простой вопрос. Сколько россиян теперь попадают под риск призыва? Мы посчитали, что до 5 миллионов дополнительно в конечном итоге российские власти могут мобилизовывать. Причем основной мобилизационный ресурс связан с тем, что повышается возраст, предельный возраст призыва, ну, собственно, мобилизации, точнее, на воинскую службу. Если раньше он составлял 50 лет, то теперь считается, что и до 55 тоже вполне, значит, все воевать могут. И поскольку Россия – это стареющая страна с такой демографией, которая, ну, по большому счету, крайне плохо приспособлена для ведения каких-либо войн, да, то есть, ну, воюют обычно страны молодые, где много молодежи, куда и где ее некуда девать, так говорят, цинично. В России ничего подобного нету. В России возрастное население, почти такое же возрастное, как в Евросоюзе, например. Вот. И черпать дополнительные ресурсы мобилизационные российские власти надеются среди поколения, получается, вот даже 45 плюс и дальше. Что очень показательно. То есть, это люди, которые родились в Советском Союзе, там же выросли. И вы знаете, я хочу еще связать тему мобилизации Собянина. Дело в том, что вот те вещи, про которые мы еще будем делать исследования, делать тексты, они, я могу, наверное, в вашем эфире их анонсировать, они касаются как раз связи между мобилизацией российской и Сергеем Собяниным. Потому что возникает очень странный парадокс, когда мобилизованные из Москвы находятся даже на войне в лучших условиях, чем мобилизованные из других частей страны. То есть, вот это пресловутое неравенство, которое касается того, что вся остальная Россия, в общем, ну, мягко говоря, недолюбливает Москву. Даже в этом отношении неравенство проявляется. И, конечно, Сергей Собянин напрямую в этом участвует, отвечая как глава региона российского за эти так называемые мобилизационные мероприятия. Поэтому, конечно, дело не в пистолете. Кирилл, а такой вопрос. Смотрите, вот мы понимаем из вашего исследования в том числе, что, по сути, вот этот новый законопроект, это попытка Российской Федерации разобраться с демографическим кризисом не на территории России, а именно в российской, так называемой, второй армии мира. Можно ли говорить, что вот этот законопроект, который был принят, который там несколько нововведений, так сказать, было в нем, что одна из главных его особенностей и задач – это дотянуться до тех самых уклонистов. Вот какими методами, какими механизмами этих самых уклонистов, которые не хотят идти с войной на украинскую землю, будут заставлять идти в ряды вооруженных сил Российской Федерации? Вот какие для этого способы? Да, совершенно верно. Это ведь принят, на этой неделе принят не один закон, а целый пакет законов в эти последние дни. Ну, начать с чего? Что теперь повышаются резко штрафы за неявку в военкомат по любому поводу. Военкомат может тебе сказать, приди и сфере документы, ты, вероятнее всего, обязан явиться, и теперь штраф за это составляет 30 тысяч рублей, то есть, ну, там, 300 евро получается, что для многих российских граждан сумма, конечно, неподъемная, да, лучше явиться в военкомат. Во-вторых, соответственно, военкоматы получают возможность такого уведомительного характера рассылки повесток, то есть, даже если ты повестку не получил, но военкомат ее отправил тем или иным способом, в том числе через пресловутые госуслуги, то ты, соответственно, тоже считаешься уведомленным о том, что тебе эта повестка отправлена, ну, и, в принципе, и штрафы тебе могут грозить, и более какое-то серьезное преследование. Попутно для людей, кому вручены повестки, в том числе, если даже вы не знаете о том, что она вам вручена, тоже считается, попутно для этих людей закрываются границы, с учетом, я думаю, что здесь они сделали выводы из первой мобилизации в сентябре прошлого года, они увидели, что огромное количество людей пытаются бежать от этой войны, бежать без какого-то часто плана, просто пересидеть где-то, а может быть потом увернуться, когда эти мобилизации, активная фаза заканчивается. Вот сейчас выбираться из России тем людям, которые подпадают под мобилизацию, станет гораздо тяжелее. Вот эти основные законы, еще плюс люди, которые не являются в военкомат, им государство отказывает в заметной части гражданских прав, не только свободы передвижения, свободы выезда из страны, но еще и целый ряд ограничений на получение водительских прав, получение кредитов и прочих каких-то атрибутов нормальной мирной жизни. В целом, мне кажется, что российское государство создало такую рамку законов, когда тебе проще на войну согласиться пойти, может выживешь, может повезет, может в тыл отправишь в штаб, чем для многих людей, чем жить на таком полулегальном состоянии, как это Российская Федерация сейчас предлагает гражданам. Как вы думаете, что предпримут сейчас, в несколько месяцев осталось до введения закона в силу, те люди, которым все это угрожает? Как они будут себя сейчас спасать? Ждать новых волн эмиграции? Ждать смены места жительства? Массовых увольнений с государственных предприятий? Или народ будет покорно ждать своей участи и своей этой повестки? Вы знаете, я боюсь, что, ну тут надо исследовать, конечно, это, но я боюсь, что те люди, которые могли сопротивляться, они, в общем, свое вот это сопротивление уже проявили. У многих просто нету второго, ну ресурсов на второе бегство из страны, и они надеются пересидеть. У других, в принципе, другие, в принципе, считали, что, ну то есть они уезжали в сентябре, провели несколько месяцев, день в Центральной Азии и вернулись, потому что деньги кончились, по большому счету. Вот, значит, многие даже перед собой такой возможности не видели, потому что это все-таки как-то, ну, такая авантюра, да, бегство в таких условиях, может быть, тебя как-то преследовать еще будут. Вот, и я боюсь, что сейчас, по крайней мере, вот на сегодняшний день, когда все эти законы приняты, и когда, в принципе, российское государство уже изготовилось опять продолжать отправлять людей на убой, да, и на совершение военных преступлений, сейчас видимого какого-то волнения по этому поводу нет. Люди просто устали, устали пытаться как-то себя защитить. Возможно, если настанет какой-то час, критический час, то мы опять увидим попытку и новые увольнения, опять же, те, кто хотел уволиться, уже уволились из государственных каких-то компаний, из государственных структур. Но, может быть, мы увидим, если они объявят вторую мобилизацию, может быть, мы увидим вторую волну паники. К сожалению, у меня есть ощущение, что, ну, поскольку российское государство уже к этому приготовилось, то очень скоро мы все эти гипотезы сможем протестировать на практике. Мы со своей стороны сотрудничаем со всеми организациями, которые помогают людям в этой войне не участвовать. К сожалению, очень часто у нас есть только один метод, это помогать таким людям уехать. И я думаю, на самом деле, самое честное, достойное, там, патриотическое даже, что человек может сделать, если его отправляют на войну против Украины, это дезертировать в той или иной форме. И, мне кажется, наша задача помочь людям на войну не ездить, объяснить им хотя бы, какие у них есть возможности, хотя возможностей остается все меньше. Кирилл, спасибо вам громадное. Интересная беседа, рады были вас видеть. И отдельное спасибо за ваше издание, Кирилл. Спасибо вам большое. Ежедневно практически читаем «Новая газета Европа», одна из любимых наших изданий. Ваша аналитическая статья, на самом деле, очень помогла. Кирилл Мартынов, главный редактор «Новой газеты Европа», присоединялся к нашему изданию. Спасибо большое. До свидания.